Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ. Как всегда в этой студии и в это время мы говорим о мужчинах и женщинах, а значит об их проблемах. Каждая наша программа, вот по крайней мере несколько последних программ, которые мы ведем с Маргаритой Кременчуцкой, они это основой являются вашей историей. Какие-то ваши просьбы, какие-то ваши разговоры, какие-то наши случайные встречи на улице и какая-то идея подброшенная вами же. Вот сегодня наша тема это навязчивые мысли. Не будем касаться диагнозов, потому что есть психиатрический диагноз, который имеет отношение к навязчивым мыслям. Мы поговорим о тех, которыми страдаем мы все. И в общем-то почти в течение дня по нескольку раз даже бывает так, что нас посещают какие-то навязчивые мысли. Вот целый день вы, может быть, пережевываете какую-нибудь мысль. Или не можете вечером уснуть, вернувшись к какому-то неприятному разговору с начальником. И начинается, я не так ответила, не так сказала. Боже мой, ну что же я, вот надо было вот так, вот так и жуете, 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 жуете. Ну, в общем-то, это в народе говорят ментальная жвачка, а научно это называется руминация. Да, вот такая. То есть, ну и чаще всего вот эти жвачки, это негативные какие-то наши ситуации. Да, Маргарита? Да. То есть это вот у тебя наверняка тоже такие ситуации. Вот сейчас мы услышали от моей коллеги в редакции, которая нас снабжает иногда, да, вот навязчивая идея, которая посещает ее достаточно. Это вот боязнь одиночества, например, да, потому что семья. Да, это не идея даже, а это как навязчивая картинка, навязчивый фильм, у ней прокручивается, причем без конца, мы тоже об этом скажем, незавершенный. А что будет, если, а вот все меня покинут, а вот у меня, а я останусь одна. Но нет конца, у этих историй, как правило, нет конца. И самое интересное, что они не контролируются. Нет, нет, потому что они идут вне сознания. Это даже такая есть мысль, даже в патологии при обсессе говорят. Это мысли, которые не подвластны нашему сознанию, а значит, не подвластны контролю до конца. Хорошо. А можно ли как-то научиться ее контролировать? Ну, контролировать ее можно, но сначала надо научиться с ней жить. Ты помнишь фильм «Игры разума», когда он сказал, он, страдая раздвоением личности, сказал, они не ушли, ну, те люди, которые к нему приходили, да, с которыми он разговаривал, он сказал, «Ну, я научился с ними договариваться». Поэтому здесь с навязчивыми мыслями, как правило, контролировать их нельзя, прежде можно, но сначала надо научиться договариваться, как жить. Когда тебе приходит какая-то мысль, и ты не можешь ничего, она забирает твой ресурс. Не будучи осознанно, она все равно забирает ресурс, нейроресурс. Ну, и мало того, о чем мы говорили в прошлой программе, когда что-то повторяется бесконечно, да, то есть что у нас происходит? Наша память, и мы возвращаемся к этой негативной ситуации, то есть след четче, да, обрастает какими-то еще деталями. И встраивается, как завершенная эта вещь. Ну, так и говорят, что людей, у которых часто приходят, мы же говорим, ну, всем нам приходят эти мысли. Вот я тебе говорила, что даже… Да, господи, навязчиво, да, я выключила газ, я выключила свет. Был эксперимент, был эксперимент такой, причем относительно недавно, каких-то там 20 лет назад, может быть, были современные, но я иностранную литературу не настолько читаю хорошо. И эксперимент был такой, разного возраста, разного статуса людям, их было достаточно много, 500 или даже 1000 человек, дали некие датчики, и экспериментатор сказал, вот в тот момент, когда у вас будет сигнал, быстренько запишите, что у вас в голову пришло, какая хрень пришла вам в голову, и что обнаружилось, все это там подсчитывалось, делалось достаточно серьезным. Оказалось, что в течение 16 часов, то есть один день, от сна, от пробуждения до сна, человеку приходит в среднем 500 посторонних мыслей, ну, не то что посторонних, 500 каких-то мыслей. Более того, из этих 500 мыслей порядка 20% носят достаточно, скажем, такой характер… Идиотический. Идиотический и часто неприемлемый. Ну, например, давай, чтобы понимали, насколько идиотический. А не плюнуть ли мне на голову сидящему рядом, да? Да, да. Или, а вот если у меня сейчас в руках будет, да, там, они сделают ли я что-то? А бывает страшнее, когда читаешь это все, и это не патология. Более того, это страшно, когда люди боятся, считают, что это патология. Там смотрят на какого-то ребенка, да, который кричат, говорит, вот сейчас взяла бы, и так, это ты, муротка. Мы сейчас не имеем право детские отношения. Я бы этого ребенка сейчас треснула, так бахнула, чтобы он уже замолчал, заткнулся. А что будет, да? Ты пугаешься, ты пугаешься, ты пугаешься, как, не-не-не, так нельзя. Здесь вот это хочу, да, здесь это шапочка, нет, ну ты что, с ума сошел, сам с собой, да? Ну да, и более того, получается некий окорек, и ты потом, она может тебе вернуться совершенно в другом облачении, но это та самая мысль, которая зацепилась. Нет, и ты сам потом говоришь себе, как тебе это в голову пришло? Ну да. Что это с тобой, что это тебе такое в голову такая вот, и таких вот очень много маленьких-маленьких. Что это такое эротического характера, это еще наш любимый Карл Густав Юнг сказал, что мы же знаем, что у каждого из нас есть тень. А что такое тень? Это то самое глубинное, которое не контролируется моим нынешним, или тем, что сказали родители, там, это вот с упличностями, да, условно. А это то, что идет изнутри, это наш сон, наш темный, хочу, и вот хочу. Хочу, хочу, которая, да, хотелочка такая. И это начиная от еды, вот сейчас бы взяла, украла, вот не слышала, сегодня по радио передали мужчину, ну, у него, короче, доход порядка, больше 100 тысяч, нет, больше 300 тысяч доход. Вот, достаточно хороший инвестор, все, его поймали на том, что он украл булочку с колбасой, ну, с чем-то там, из гастронома. То есть он реализовал свою навязчивую идею. Навязчивая идейка была, да, была маленькая навязчивая идейка. Но есть идеи, которые, вот когда не звонит ребенок, все, и у тебя эта навязчивая идея, вот он тебе вовремя не позвонил. Да, она в том навязчивая, что она тут же картинки дает и так далее. Ты начинаешь вот тот самый негативный свой опыт, что происходило, когда с какими-то детьми что-то произошло, а ты тут сидишь, и, а у ребенка, может быть, разрядился телефон, и там он через 20 минут тебе передал. Но эти 20 минут ты не живешь, ты живешь только с этой навязчивой мыслью. Только она у тебя зудит, и переключить тебя очень трудно. Ну, единственное, что можно сказать утешительное, это то, что это ситуативная навязчивая мысль. Она приходит, появился ребенок, и она уходит. Она, другое дело, может прийти еще раз, но это не является в полном смысле навязчивой мыслью. Навязчивая она будет, если мы ходим и думаем, а завтра вдруг он опять куда-то пойдет, а если он опять не позвонит, а там, вот это уже, это уже будет навязчиво. Если она, а действительно все эти, ну, многие, по крайней мере, тревожные, потому что мы не сказали, что многие навязчивые мысли, почему-то, вот когда говорят слово навязчивая идея, навязчивая мысль, ее не связывают ни с чем хорошим. Ни с чем, я же сказала в самом начале всегда это тревожное. Потому что на самом деле это маяки наших страхов, наших тревог, они связаны всегда с тем, ну, как говорят, скажем так, психологи, эволюционисты, когда земля была еще тепленькая, по ней бегали мамонты, то у человека это было встроено по умолчанию, потому что он должен был, у него еще не было опыта, скажем, эволюционного даже опыта, поэтому было встроено, что? Думай, предугадывай, представляй, моделируй, потому что опыта нет. Прошло называется, ну, не знаю, сколько лет, может быть, и не прошло сколько-то лет. Я сейчас, мы не входим сейчас, есть эволюция, нет эволюции. Но на самом деле сегодня это вот таким атовизмом возвращается, потому что эти навязчивые мысли, они включаются, чтобы как бы посеять у нас тревогу, посеять у нас страх против чего-то или от чего-то. Часть тех мыслей, которые посещают нас навязчивых, имеет какую-то свою историю, где-то есть какой-то, называется, по-моему, эгрегор, то есть точечка, которая ее притягивает, которая зародила. Не всегда это из детства, но чаще всего это может быть связано, это просто связано с травмирующими ситуациями, скажем так, и они могут произойти в любом возрасте. Это может быть связано с конфликтными ситуациями, это связано, ну, это не странно, но в принципе это связано с особенностями нервной системы человека. И мы все имеем, ну, есть типологизировать, скажем, четыре типа нервной системы, да, и в частности скорость переключения нервных процессов, возбуждение, торможение и так далее. Люди с определенной нервной системой, если говорить на простом, хотя сейчас меня проклянут мои коллеги, но если говорить в терминах темперамента, да, то это ближе меланхолики, вот такого типа, который возбудимый тип, меланхолики бывают разные, и холерики, да. Но скорее это ближе к определенному, из них тоже не все, психостенический тип, тревожный, мнительный, который старается подчинить контролю, чтобы снять эту тревогу. И такие люди, у них от незначительных каких-то событий могут возникнуть мысли, которые как день сурка начинают возвращаться и все время тревожат, не давая погаснуть этому очагу, который когда-то зародился. То, что мы говорили, и вот он уже начинает в мозгу доминировать. Но есть еще один момент, что плохие мысли или негативные мысли, они заразительные. Они заразительные, более того, их можно наводить, потому что если муж говорит, что нет, ты плохая хозяйка, то в какой-то момент у нее будет все идеально, это тоже перфекционизм здесь сюда можно подключить, потому что это может идти от родителей, которые говорили, ты неряха, но уже ничего нет, но мысль, пришли люди, и вот эта мысль начинает крутиться. Ой, у меня еще не все готово, ой, я не так разаковилась. Нет, я знаю, что у меня не помыто окно в спальне. Ой, да, тут же, и это окно, которое в спальню никто не зайдет, просто портит весь праздник прихода вести. И все, и сидит это окно, и вот это я не сделала и так далее. Мы не говорим про такие простые, да, выключила ли я газ, выключила ли я газ, закрыла ли я дверь, а, по-моему, остался утюг включенным, по-моему, сейчас женщины все скажут, да, точно. Самое смешное, не накрашенный ноготь или смазанный ноготь, это самый простой пример, да, когда и всем кажется, что смотрят все на этот ноготь, который ты смазала, да, потому что ты только сделала маникюр, смазала все, и вот этот ноготь ты начинаешь, и все, и ты, да, или что-то происходит, что-то тебя, вот что-то не так, ты так приготовилась, и что-то не так, и только ты об этом и будешь думать. Как назойливая муха, это связано еще с тем, что, ну, в данном случае это не так, опять же говорю, мы говорим о лай, да, не навязчивых идеях как таковых, которые приходят и портят человеку жизнь, тогда мы чуть-чуть, хотя не в диагнозе, но мы все-таки будем говорить, что у человека присутствует обсессивный компонент. Мы сейчас поговорим чуть-чуть, у нас есть время, мы сейчас чуть-чуть его коснемся, да. Мы сейчас говорим о ситуациях, которые навязчивы бытовых, и они больше похожи на то, что называют, помнишь, белые обезьяны, чтобы не думать о белой обезьяне, надо думать о черной. Да, замечательная притча, да. А это обезьяна все время перед тобой, Маша Павловна. Не думайте, да, о стае белоснежных обезьян, все, как только вам произносят, не думайте об этом, вот вы и начинаете об этом думать. Вот чувство одиночества, которое навязывают, да, когда это тоже можно навязать, или чувство потери тоже можно навязать. Как правило, да, и навязывают чувство какой-то несостоятельности, а все эти фразы, я толстая, да, там, например, или я неуклюжий, и так далее, это тоже их сопровождает навязчивые мысли, то есть навязчивая работа мозга, она по порторенным дорожкам идут эти образы, потому что за каждой мыслью стоит образ, и эти картинки, кинофильмы крутятся в голове, и они не дают нормально функционировать. Ну давай коснемся чуть-чуть, объясним просто, почему, потому что мы касаемся ОКР, да, то есть существует такое понятие, то есть есть абсцессия, это навязчивая мысль, да, вообще такой синдром называется абсцессивно-компульсивный синдром, он связан с тем, что абсцессия это мысли, но, как правило, мысли вызывают действия, расстройства, да, мы эти мысли вызывают действия, поступки, которые как бы должны копировать эти... А компульсия это навязанное действие, да, получается мысли, мыследейственные синдромы. Этим, кстати, страдал замечательный Владимир Маяковский, который бесконечно мыл руки, потому что его отец умер от заражения крови, вот у него это было, мало того, он пил, он брал чашку левой рукой, почему левой рукой? Потому что когда берешь чашку левой рукой, у тебя вот эта часть чашки, да, она более чистая, она реже употребляется, так сказать, людьми, да, потому что правая вот эта часть, левая, вот, то есть вот типичное расстройство было. Да, и тогда это расстройство действительно личности. Или Плюшкин, который стаскивал все вещи к себе, вот это вот, да, и раскладывал. Или есть люди, у меня есть такая знакомая, которая раскладывает все по определенному способу, и это не фэн-шуй, это не фэн-шуй, но вот здесь у нее должно быть 4, здесь у нее должно быть цифра 3, Вот у нее что-то такое, или вот оно неаккуратно лежит, вот ее это раздражает, оно неаккуратно лежит, она обязательно приподнимется, поправит, разложит. И будет чувствовать себя безумно некомфортно, пока она это не сделает. Если она это не сделает, вот этот вот ритуал она должна проводить. Но мы сегодня решили об этом с вами не говорить, мы просто сказали о том, что это есть. И если, мы еще хотели сказать вот такую вещь, мы сегодня говорим, Влад, мы просто говорим о мыслях, которые приходят, которыми можно справиться и так далее. Но если среди нас есть такие люди, к которым эта мысль навязчиво приходит, заставляет делать какие-то действия, или есть какие-то действия и так далее, и это доставляет вам декомфорт, то, честно говоря, все равно нужен специалист. Все равно нужен специалист. Три хлопка и два прыжка не снимут этих действий. Для всех остальных, кому приходит, например, навязчивая, мы говорили с тобой, навязчивая мысль. О чем, Маргарита, чтобы вы понимали, вот если уже есть какое-то такое подозрение на диагноз, на расстройство, как вести себя близким? Вот здесь очень важный момент. Почему? Потому что там есть несколько вариантов. Начинают помогать. Начинают говорить, да, ну, конечно, ну, разложи там, или там, ну, хорошо, помой руки. Он же заставляет всех вокруг тоже мыть руки, да, если у него вот он помешан на какой-то частоте. И начинают подыгрывать, хорошо, мы помоем руки, но всех это начинает раздражать, бесить. Ну, не способ, потому что он не уверен. Или газ выключен, 20 раз он будет гонять всех родственников, проверить, выключен ли газ, и все равно будет не уверен. Либо на отрицание. Почему я оттолкнулась от твоей фразы, идите к специалисту. Если вы будете отрицать и говорить, да не морочь голову, все нормально, это ты себе придумаешь, тоже не подъяснилось. Ну, и плодить сущности тоже не надо. Выдавать любое желание, например, ребенка или взрослого, раздусь по порядку, сразу ставить диагнозы, тоже не надо. Да, 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 но если вы сталкиваетесь с тем, что у вас вот это вот, то это только специалист, это только специалист. А это не врач, как правило. Это, как правило, психиатр, психолог-терапевт, хотя бы консультационный. Это не говорит, что надо, ну, хотя бы консультацию. Что делать, да, что делать в этой ситуации. А возвращаясь к бытовым, да? Возвращаясь к бытовым, мы хотели сказать, что навязчивые идеи, они не обязательно приходят, как бы, вдруг, ну, как песенка пришла, поется и не может от нее цепиться. А близко к этому, да, как песенка, которая поет, тоже навязчивая. Это такая, называется, характеристика увлеченных творческих людей. Когда у тебя шальная мысль какая-то, она еще зреет. На самом деле она не столько навязчивая, сколько она зреет, она крутится, она должна там, а получается, мы думаем, не мешаем этой мысли дойти до своего конца, выродиться. Потому что куча каких-то дел, а она крутится, да? Да. То есть вот это расставить приоритеты, называется, об этом я подумаю, да, вот эту мысль я сейчас отложу, вот этого мы очень часто не умеем. И поэтому вот эти вот куча мыслей, мои скакуны, да, как в песне, мои мысли, мои скакуны, и все не доделано, все какое-то такое вот сырое и так далее. Значит, вот это умение отложить что-то, об этом я подумаю позже. А сейчас я делаю... Ну, то, что я говорила, с мыслями надо договариваться. Договариваться, да. Вы, если у вас есть какие-то, вы уже знаете, какие-то, вот оно, не конкретные мысли, если это одна и та же мысль, то мы об этом говорим. Если это разное, то она как-то прилипает, научитесь с ними договариваться, хотя бы отвлекаться, переключаться. Как у детей, что мы делаем с детьми, да, переключение. Мы отвлекаем, да, мы отвлекаем, есть масштабные отвлечения, потому что если эти мысли какие-то, а есть глобальные мысли, вот как мы сегодня говорили, например, мысль о том, что я одинок, да, и меня гложет и терзает то, что я рано или поздно останусь один, и с этим невозможно ни жить, ни думать, ничего. Близкие будут уходить, и это закономерно. Да, да, то, как правило, надо в свою жизнь впустить какое-то увлечение, которое хотя бы заберет часть ресурса от этого. То есть это может быть какие-то серьезные, например, увлечения, да, танцы, спорт, фотографирование, лепение, не знаю, все что угодно. То, что захватит вас, будет вам по душе не просто так, так, я уже не могу, мне надо пойти на спорт, и вот ты пошел, этот спорт ест тебя, ты ешь этот спорт, и к тому добавляется еще. Мало того, что я еще и спортом заниматься не могу, потому что я дура такая или идиотка. Нет, то, что вам по душе переключится. Если это какая-то локальная, как бы вот приходит, как ты рассказала, очень хороший способ, вот когда мы говорим о мысли, которая приходит, ну, ситуативно, да, вот ребенка нет, и ты ничего не можешь сделать, попытайтесь сделать себе передышки. То есть сейчас, вот я буду нервничать, но вот у меня там есть, например, в компьютере какая-то игра, да, или непомытый шкафчик спозавчера. Вот, у меня есть 10 минут, я сначала буду мыть этот шкафчик, я должна разобрать вот это. А потом я вернусь к этим переживаниям. Не факт, что оно уйдет, но у вас, по крайней мере, будет 10 минут передышки. Передышки, 10 минут, да, которые не забирают просто ваш ресурс, и вы не накручиваете себя, потому что за эти 10 минут можно себя накрутить и вытащить из памяти. Такие страшные истории, что потом и валерьянка не поможет, потому что ты накручиваешь, 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 и начинаешь вспоминать, и начинаешь вытаскивать же из памяти. Один из таких действенных способов вообще борьбы с такими мыслями, я говорю, ненавязчивые, ну, мы лайт-варианты, да, ненавязчивые мысли, которые приходят, они разнообразные, додумать эту мысль до конца. А, это встретиться с ней напрямую, да. Встретиться, ну, вот додумайте до конца, вот как бы не было страшно мысль, вот моего ребенка нет и так далее, страшно туда нырять, но, елки-палки, ну, нырните один раз. Ага, не хотите, потому что в мыслях вы на самом деле уже придумали, что вашего ребенка встретил маньяк, его уже нет в живых, и вы, значит, додумайте один раз эту мысль до конца. Что дальше? Мы уже к этому говорили. Что дальше? Есть у вас список скорых помощей, где, почему не приготовлен список скорой помощи, почему нет у вас, если каждый раз у вас это происходит, почему возле вас нет списка больниц, куда надо обратиться, почему у вас нет того, что есть и что-то произошло, что будет, нет, вам нравится сам процесс. То есть вопрос, что вы будете делать, ответьте себе на этот вопрос, да, встретиться напрямую с этим, вот это, кстати, и при расстройстве, при АКР тоже советуют, один из принципов. Там это делают с сопровождением, на фоне медикаментозных вещей, и плюс, ну как, с проводником, очень многие вещи делаются. А здесь нам проводник не нужен. Додумайте мысль до конца, встретитесь с этим до конца. Представьте себе, и что вы будете делать, главный результат вот этого, что вы будете делать, потому что если долго думать, то ресурса не остается, а особенно вот эти вот разговоры, когда действительно поругалась с кем-то или с кем-то в конфликте, или сначала начальник как-то тебя поставил в неловкое положение, и ты не смог ответить или отстоять свою точку зрения, вот это ж крутится, это жвачка ж бесконечная. А я должна была вот так сказать, а я не ответила. Ну, два способа, либо догнать эту мысль до конца, либо переключиться, дать возможность себе договориться переключиться. У женщин есть замечательные способы, есть прекрасный способ шоппинг, перестановка мебели, да, вот такие я имею в виду глобальные. Ну да, полное глобальное отвлечение. У меня очень часто навязчивые мысли научного плана появляются, то есть я, например, что-то сижу, я сижу, работаю, что-то делаю, но у меня же мысль, а ты еще не сделала это, а ты еще не сделала это, а ты еще не сделала это. Я куда иду? Я думаю, что вам за экран ответили, я иду в холодильник. Потому что я понимаю интуитивно, что надо сменить деятельность, надо ответить, как отвлекает холодильник, как он отвлекает и завораживает. Или ящичек, шухлядка, где шоколадка, да? Да, нет, но есть еще один способ, у кого-то из психологов я тоже увидела, мне он понравился, потому что мне показалось, что это как раз, называется он здесь и сейчас. Мы же живем либо опасениями, которые нам навязывает прошлое, либо грезами в будущее, да, то есть что-то там в будущем. А вот здесь и сейчас, вот сесть ровно и просто попробовать посмотреть, а что моя голова сейчас, как она вообще болит, не болит, как она себя чувствует, да, потом спуститься вниз, а шея, как у меня шея вообще, что она с утра болела, нет, спина, выпрямили спину, опустились ниже, попробовали проникнуть в свой, я не знаю, кишечник, печень, почки, сердце, как оно колотится, не колотится рука, ноги. То есть попробовать себя почувствовать здесь и сейчас, вот что я сейчас чувствую, да, ну потом можно пойти к холодильнику, как говорит Маргарита, взять это вот, боже мой, какая замечательная груша, какая она ароматная, то есть переключить на здесь и сейчас, вот это тоже такое. Никто не отменял способ, сейчас как бы все люди говорят, ой, эти психологи не вечно все советуют, но он действительно хорошо работает, если у вас есть какая-то мысль, которая вас метет, которая приходит и так далее, попробуйте ее выкинуть на бумагу. Ничего не бойтесь, вот все, что пишется, если пишется матом, пусть пишется матом, если пишется коряво, вы же никому показывать не будете, пусть пишется коряво. Если можно попробовать ее, сейчас просто не все пишут, более молодое поколение, я не пробовала, надо попробовать, но можно ее, наверное, надиктовать. Главное что? Главное, ну, нет, есть такой совет, поскольку все сидят возле компьютера, напечатайте и в корзину. А можно не в корзину, да, можно порвать женщину, не всегда помогает, просто второй, рядом второй лист, все-таки написать, вот все, что я написала, как мы говорили раньше, и что? Что от этого будет плохое, или что я в этом случае буду делать, как я должен, то есть, вывернуть это извне, из внутри, во мне. И кому-то это тоже помогает, это очень хорошо, по крайней мере, кстати, пока пишут, и отвлечешься. Да, ну и последнее, помнишь, когда Маргарита Белова посоветовала резинку, это вот в том случае, когда вы уже понимаете, что ваша мысль, ну, она вас преследует, она навязчивая, вы от нее устали, как-то от нее надо делать, вы сами себе как бы напоминаете, что мысль навязчивая, надо избавиться. Есть еще одна чудесная вещь, вот для меня это очень важно, потому что тоже периодически вдруг, я, по-моему, не выключу утюг, мой муж всегда мне говорит, что я включаю утюг, не выключаю, или там газ. Тут, например, насчет закрывания дверей работает что? Например, взять такие легкие-то духи или помадку и капать себе. Вот закрыл дверь, капнул, потом на улицу шел, я закрыла дверь или не закрыла дверь? Закрыл. Вот, либо придумать такую считалочку, ну, это многие сейчас скажут, мы это знаем, я тогда вам напоминаю, придумать некую считалочку, то есть, выходя из дому, раз, два, три, четыре, пять, газ, там что-то, пять, четыре. Ну, да, что у вас для вас важное? Да, просчитал, запомнил эту считалочку, по этой считалочке сделал, и еще одна нашла совершенно необычная, уже для тех людей, у которых есть какие-то ритуальные, а многие из наших слушателей, ну, немногие некоторые, спасаясь от этих мыслей, в ответ уже придумали какие-то свои ритуалы, которые уже тоже стали навязчивыми, правда? Да, но если они помогают... Да, но если этот ритуал все-таки тоже вам мешает, там, три раза стукнуть, если это споткнулось левой ногой, три раза стукнуть, потом вот так, то можно что сделать? Поменять руку, то есть, вы делали вот этот ритуал одной рукой, уже не можете избавиться от этого ритуала, поменяйте руку, вы меняете привычный ход записанных событий, и он вам поможет снять этот ритуал, если он уже с собой отработал, мыслей нет, а ритуал остался. Это, ну, тьфу-тьфу, знаете? Тьфу-тьфу-тьфу, да, поплюйте, поплюйте. В общем, за страх ответственны прогнозы. Что такое наши прогнозы? Нам нужно обязательно предсказать будущее, иначе мы не знаем, что делать сейчас в настоящем. А для будущего нам надо опираться на свой опыт. А что мы запоминаем в своем прежнем опыте? Конечно, негативные события. Получается, что в будущее мы проецируем негативные ожидания. Это приводит к тревоге, а чтобы справиться с тревогой, нам нужно наши знаменитые прогнозы заменить на планирование. То есть это то, что вы будете делать. И когда вы ускакиваете в будущее и пугаете себя, просто спросите себя, что я буду делать? Вот, собственно говоря, такой вот короткий цитат, такой вот итог нашей сегодняшней программы. Ну и у Андрея Муруа я вычитала замечательную фразу. Ни одна мысль, если ее не питать, не устоит перед временем. Пользуйтесь резиночками, пользуйтесь теми ритуалами, которые вам помогают, а мы встретимся через неделю. Продолжение следует...